Здороваться будем? Привет! Ну ты маши так, чтобы тебя видели? Иди сюда! Нет? Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей! И сегодня мы будем тестить интересные масочки, точнее одну из них, потому что одну я уже тестила, вот эту вот. Она есть в инстаграме, а вот эту еще не тестила. Ну, они похожи, просто у них разная основа. Мне первая очень понравилась, она такая классная. Сейчас буду все моменты замечать вместе с вами и более подробно рассказывать. Еще у меня очень много масок, которые я на самом деле накупила и которые хочу затестить. И для каждой масочки хочу снять отдельное видео, чтобы все в подробностях, все ощущения, как, что начинается. В общем, поехали! У меня вообще есть пузырьковая маска, которую я брала в магазине корейском. Но она намазывается, стоит она недешево, там около полторы-две тысячи разные цены, да? А на самом деле я искала одноразовые масочки, чтобы просто хотя бы попробовать одну-две себе взять, а не брать целую большую упаковку. Но нигде не могла найти. И когда я нашла, конечно же, я сразу взяла для девчонок, которые хотят просто попробовать, испытать, сделать, может быть, селфи какой-то, потому что очень веселые масочки. Значит, смотрите, первая масочка, которую я пробовала, черная пузырьковая маска, вулканический пепел, а вторая черная пузырьковая маска, древесный уголь, вулканический пепел. Я пробовала, мне очень понравилось, сейчас как раз-таки прошло несколько дней, два раза в неделю можно, я думаю, делать масочки. Масочка очищающая, то есть она детокс, она выравнивает тон кожи, она вытаскивает загрязнения всякие, делает микромассаж такой пузырьками, очень приятненькие. Маска, кстати, не содержит сульфаты, минеральные масла, синтетические красители, триэтаноламин и петролатум, надеюсь, правильно прочитала, и не тестируется на животных. Мне понравилось она, то, что она на самом деле такая вот черная, то, что вот эта маска, она сдерживает эти пузырьки, чтобы они не растекались там особо по коже. В общем, мне понравилось именно в маске, нежели пачкать руки, вот так, да, там намазать, потом их идти мыть. Здесь просто масочку нанес, и все. Открываем с вами, потом почитаем, если будет интересно. Так, открываем. Первое, что я заметила, когда я открывала эту маску, вот ту другую, то, что тканевая вот эта вот масочка, она очень нежная, вот сейчас пальчиками прям берешь, и она прям вообще, она такая прям нежненькая, знаете, я не знаю, как будто она пропитана каким-то, ну, это наверняка очищающее какое-то средство, да. Да, ну, ёптель-моптель, как-то открыть. Она настолько нежная, что мне хочется так с нежной с ней обращаться. Но она достаточно плотная, то есть не порвется, все нормально. Давай быстрее! Пузырьки начнут пузыриться. Ой, и пахнет... Офигенно! Офигенно! То есть запах, приятная текстура. Красота вообще! Она вся такая намыленная, прям реально очень-очень нежная. Так, мы ее приклеиваем к нашему лицу. Как обычно, мы приклеиваем все... Сейчас мама придет, моя... Скажет, о боже! Кстати, да, мне все просят, чтобы я сделала из себя негритосика. Блин, надо записать паричок, купить негритосевский. А на что сделаем, а что нет? Может, просто маску вот так одеть? Так, Денька побежала за хлебом. Так, смотрите. Все. Она плотно ложится, нигде ничего не отходит. Она настолько мягкая прям. Ну, то есть бывают маски, которые, знаете, вы наносите на себя. Ничего не делая особо. Вот так вот все приравняла только. Все. Все, пузырьки, видите, они уже пошли прям сразу. Что? Сыра хочешь? Сыру принес. Ну, давай сейчас. Сейчас, сейчас. Оп, буквально минуточка прошла, я сыну только отрезала кусочек сыра и дала ему. Сразу, видите, уже она вся в пене. Что хотела сказать по поводу того, что есть маски. Вот, кстати, я встречала очень часто разные ткани там. Поэтому вот хорошо, когда есть вообще такие видео, когда есть люди, вот блогеры, которые очень подробно рассказывают о тех или иных вещах. Главное, чтобы их смотрели, да. Есть тканевые маски, которые ты наносишь, и пока ты ходишь, короче, то там отлепится, то там отлепится. Меня так это бесит. А есть такие более мягкие тканевые маски. То есть сама вот эта ткань или что, из чего вот это сделано, да, что ты накладываешь на лицо на свое, сделано из разных материалов. Есть очень приятные, нежные, есть более там плотные, есть вообще непонятно из чего, которые вот так вот отрываются. Вот это очень классно. То есть она прям нежная-нежная ткань, пропитана вот этим вот средством, которое очень вкусно пахнет. Такое под пальчиками прям очень нежное. Правильно, чуть-чуть. Вот так. Кстати, уже прошла минутка, и я чувствую, как под этой масочкой, то есть пузырятся пузырьки. То есть моя кожа чувствует, как они лопаются. Мое ухо слышит, как они лопаются. Очень так вот, знаете, тихонечко, нежно, приятно. В этой маске на самом деле релаксировать какая-то. Реально там вот, кто слушает музыку, любит, да, тот включает просто какую-то музыку, ложится, наносит эту маску. Вообще было бы круто, чтобы такое вообще для всего тела было пузырьковое. Кстати, у меня есть упаковка пузырьковая? Может быть, на тело нанести ее попробовать? Мне кажется, это реально, ну, очень релакс такой. То есть получается, что мы не только очищаем нашу кожу, но еще и делаем это с большим удовольствием. Прям вообще вот тишину, если создать конкретно, и вот они лопаются так. Жалко, вы не слышите. Они просто очень тихонько лопаются, и ухо только оно здесь находится. Слышно. Так, все, сейчас я вот так пока хожу, брожу. А, давайте что-нибудь почитаем еще, что у нас в этой маске. Значит, смотрите. Маска прекрасно очищает кожу лица, удаляет ороговевшие клетки, способствует облегчению клеточного дыхания, сужает поры, выравнивает тон, освежает цвет лица. После вскрытия упаковки, при взаимодействии с кислородом, происходит активация маски. Начинают образовываться пузырьки, которые осуществляют микромассаж кожи, насыщая ее кислородом. Сейчас вы поймете, как я умею читать, да? Активированный уголь вместе с экстрактом аниса и яблочными аминокислотами оказывает детоксицирующее воздействие на кожу, помогая адсорбировать излишки кожного сала и токсинов, минимизируя размер пор. Комплекс из экстрактов лимона, апельсина, черники, сколько тут всего, и сахарного тростника деликатно очищает кожу от омертвевших клеток эпидермиса. Активизирует микроциркуляцию, выравнивает рельеф и тон кожи, придавая ей упругость и эластичность. Гиалуроновая кислота тут даже. И алантион увлажняет, успокаивает кожу. В результате действия маски кожа становится гладкой, эластичной, приобретает сияющий, роскошный вид. Вот сейчас вы и посмотрите. Здесь гиалуроновая кислота и коллаген во второй. Тут даже на картинке вот показано, как оно все очищает. То есть вот так вот наносится, вот так вот проникает и вычищает. Кстати, ноготочки мои видели? Это я новый лак использовала. Кажись. Новый лак, который более прозрачный, такой база френч. Мне тоже очень нравится, нежный. Хотела сделать френч, но с малым вы понимаете. Ну какой френч? Мне надо все по-быстрому сделать. Так, масочку нужно держать всего лишь 10-15 минут. Я уже так, 5 минут там, 5 минут здесь, еще 5 минут и смываю. Так, прошло 15 минут. Я вот чувствую немножечко, знаете, даже некое легкое такое, очень-очень легкое такое вот пощипывание здесь на лбу. Как знаете, как вот после скрабика бывает. Ни фига себе, да? И пузырьки продолжают все лопаться, лопаться и лопаться. Вот такая вот масочка. Сейчас пойду все смывать, то есть я снимаю масочку, остается еще немножечко вот этого средства. Я его вот так вот размассирую по всему своему лицу. Потом приду к вам наносить крем. Давайте я при вас ее сниму, чтобы вы посмотрите, что там остается. Только мне надо будет сразу бежать потом. Ой, какой кайф. Ту-ду, привет! Маска прикольная. Она так и осталась вся. Посмотрите, с другой стороны тоже там происходит эффект. Вся, она продолжает быть такой воздушной. Так, вот так вот я сделаю. То есть это как умывалочка, только она не просто умывалочка, да? С разными способностями. Продолжаем. Вычистим сейчас все наши загрязнения. Носик. Да, музыку я не слушаю дома, но сама попеть могу. Лобик. Мама не пришла. Не успела посмотреть на меня, красотка. Вот так. Ой, о. Чуть-чуть тут. Подбородочек. Все, пошла смывать. Ну что, крошки мои, я вернулась. Видите, личико у меня такое вот. Видно, что оно. Прям что-то с ним было сейчас. Он поборит. Так, и теперь, как всегда, после любого очищения нам нужно нанести увлажняющие средства. Под глазки я наношу вот такое вот это смуцинное улитки. Денька радуется бабуле. Бабуля пришла, скажи, да? Чуть-чуть прям горошинку одну хватает. Опа. Видите, даже видео я собралась снять на 5-10 минут, и все. Все равно не успевает. Кстати, я заметила, ну ладно, это глазки сейчас, да? Но все равно я заметила, что я неправильно наношу крем. Не то, что неправильно наношу, я просто как-то на видео смотрела, что я наносила крем, и мои движения все по нанесению крема, они идут куда-то вниз. Вниз, вниз. То есть я свою кожу сама оттягиваю. Теперь я слежу за тем, чтобы массажировать ее вверх. Глазки вверх. Вот смотрите, у меня есть крем, это тоже у меня Секретки крем я заказала. Он уже заканчивается, но я не... Ну, как бы обычный крем. Я сейчас заказала себе еще новые крема. Покажу вам потом. Тоже корейские. Видите, красненькая кожа. Вот, очистилась. У меня еще свет тут такой, знаете, немножко падает, контраст дает. Ой, носик, носик. Так, э, все, развалилось. Раз, это, все, я спешу, у меня все падает из рук. Ай! У меня тут крышка переворачивается. Вот, смотрите, теперь вот как-то вверх я делаю, да, вверх. Вот здесь тоже вверх как-то. Вот так вот. Мне кажется, что после процедуры сразу, видите, коженька легкая, коженька моя покраснела чуть-чуть. Сейчас вот я кремишком, кремишком намажу. Не русская. Сейчас я кремом намажу и вот так вот, видите, чуть-чуть вверх делаю, чтобы не опускать самой себе руками вниз кожу. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Сейчас посмотрим, через какое время успокоится моя кожа. Я вам сниму, покажу, через сколько отойдут покраснения. Но это хорошо, что есть реакция. Значит, все работает. Значит, очищение произошло. Потому что, вы знаете, после любого скрабика, например, когда мы скрабим, кожа, естественно, красная. Значит, что-то происходит. А тут, получается, мы ничего не делали, скраба нет. И вот есть реакция. Значит, работает. Значит, залезла глубоко, достала, очистила. Все. Сейчас сойдет краснота и вернусь к вам. Решила показать немного вот при дневном свете нормально, потому что на том свете контраст немножечко и видно. То есть покраснение легкое. Вот. Сейчас и ждем, потом вернусь. Прошло 10 минут. Такое, знаете, легкое вот это вот сжение, которое, знаете, после скрабов там бывает, да, оно уже сошло. То есть я чувствую, что уже как будто, думаю, краснота сошла. Но я смотрю, что краснота еще немного осталась. Поэтому я ничего не буду наносить, ничего. То есть, чтобы вы имели в виду, что после этой масочки какое-то время сохраняется краснота. Да, я сегодня сейчас уже буду собираться по делам. И я посмотрю, через сколько она сойдет. Я ничего не буду наносить, не буду краситься. Ну, может быть, только губы накрашу и все. Своими любимыми матовыми помадами. Вот. И тогда сниму вам попозже и скажу, через сколько прям сошла конкретно краснота. То есть, получается, что прям перед выходом, если вы куда-то собираетесь, лучше эту масочку не делать. Ее лучше делать дома, когда вы там занимаетесь своим очищением, преображением. Кстати, выхожу сейчас из дома. Накрасила губы помадой. Вот самый крайний, вот с той стороны. Руки заняты, не могу показать. Потому что я сводчи сделала у себя в магазине. А вот как на губах смотрится, ну, многим хочется понять. Что-то я криво, походу, накрасила. Надо подправить. Нет, это все-таки так свет падает. Я контур вывела нормально. Или нет? Короче, я вывела контур. Ну, цвет, чтобы вы поняли, и все. То же, как получилось. В общем, да. Где она? Где она? Короче, мне эти помады нравятся. Вот они. В общем, так я еще не вышла из дома, потому что болталась с любимым. В общем, прошло полчаса. Краснота, в принципе, полностью сошла. Вот, за полчаса. И уже можно, я думаю, там краситься и все дела. Но я краситься не буду. Так и пойду. Все. Надеюсь, мое видео было полезным и интересным. Ссылочку на эти маски я оставлю под видео. Кому интересно попробовать, можно взять одну-две. Масочки. Разные как раз там, да. Уголь и древес. Уголь. Уголек. И что-то древесное. В общем, можно попробовать. Вот. И помады также, посмотрите. В общем, все ссылки под видео. Я вас целую и люблю. Скоро буду еще тестить новые прикольные маски, которые будут у меня в магазине. Целую. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok